Не знаю. Давайте смотреть лучше монетку и посмотрим, у кого ФП, у кого секонд, для того, чтобы определить, какие драфтики нас ждут. ВП забирают у нас секонд, а Клим Саныч забирают свет. Знаете, о чем я подумал вообще? Что вот ВП, считай, сыграли, ну, грубо говоря, одним и тем же, да, вторую игру на этих квалификациях. И, может быть, вот это будет, вот это поражение, такой вот пинок им показать что-то, чем они еще умеют играть. И есть ли у них вообще что-то? А ты уверен, что именно проигрыш в этой карте будет пинком? Если вот, мне кажется, в серии это прям стоит задуматься. Думаю, будет. Будет. Думаю, будет, да. Сейчас мы что-то другое увидим. Ну, ладно, я не уверен в этом, но мне бы этого хотелось. То есть посмотреть на какие-то приколюхи, как они делают. Потому что то, что они на Инте играли какими-то разными там стратегиями, мне очень нравилось. Там, и вот это вот их игрим из спектра, да, и вот я постоянно вспоминаю вот это вот инвокера, да, от Саюша четверку легендарного. Ну, может быть, сейчас тоже что-то будет интересненькое. Фуренок, кстати, сами забанили, если мне интересно. Оставили, ну, лайн-фп, к этому уже начинаем привыкать потихоньку. Ладно, придумывать что-то новенькое или играть старым, просто играть еще лучше, не отдавать возможности сопернику. Я не знаю. В какой-то момент как будто не хватило решительности, вот и все. Они играли так пассивно, текла медленная игра, и вот надо было в какой-то момент просто взять и зайти. Но они решили поступить по-другому. Да вот непонятно, надо было или нет, да. Это тоже вариант. Это вот они будут сидеть, и... Вы знаете, вот как в профессиональных командах это происходит, да? Вот ты выбираешь в какой-то момент, да, вот просмотр реплеев, время. И это растягивается не на полтора часа, на два, на три, то, что ты там запланировал условно, да, ну, в зависимости от количества игр. А в некоторых командах это бывает, что вы просто будете часов в пять просто обсуждать один и тот же момент, надо было это делать или нет, надо было или нет. Это просто доходит иногда до абсурда. Так вопрос, а к итогу-то приходится или нет? Ну, слушай... Если пять часов, то кажется, остается при своем мнении, очевидно, да? Да, короче, разное мнение, все хватит. Ну, это от людей зависит, да, вот на пятом часу, да, но это вопрос выдержки, да, кто-то уже должен пойти на компромисс, правильно? И вы должны прийти к одному мнению, что в следующий раз вот вы сделаете так, а не иначе. Но у нас тем временем появляется разор, в принципе, опять же, ничего нового, абсолютно только теперь он у ВП. Не, ну, слушай, да, этого-то не было у ВП разика, да, сейчас посмотрим, что они будут тут исполнять. И кто на нем будет исполнять? Ну да, да, и кто на нем будет? Мне кажется, он даже чуть ли не в мид может у них сходить, почему-то мне так кажется. Ну, на оффлейне он у них игрался. Ну, какого? Кентавра, Климса на чем? Все, ничего, у нас сегодня разор в керри один раз под виспом пошел и проиграл, больше не было попыток, да, остальные оффлейн разоры только. В мете сейчас, ну, пусть, пусть будет разор. Разор слишком классный персонаж, вот на нем слишком приятно играть, вот после всех вот его апов. И вот все шмотки, которые вот есть в доте, да, которые вот краски поменяли, они вот на такого типа героев и хорошо ложатся. То, что там Death Profit, да, разор, там можно увидеть там какого-нибудь, не знаю, визажа тоже там с такими же шмотками, там чисто на жир какой-то. Поэтому, герой поэтому очень популярный. Все, все, ну, я, честно говоря, не фанат этого героя, да. Так, ну, что, открывается Шейкера, ух. Это возможно... Шейкер в мид? Складикс может играть, да. Ну, это флекс 100%, да, но Складикс это один из лучших, прям, наверное, да, героев. У него очень хорошо там и на Интернешнале получалось. Ну, что у него там, у него Эмбер как раз-таки, да, вот Эмбер, Шейкер, это его прям такие самые крутые герои, на мой взгляд. Плюс Союж, да, тоже может сыграть на нем. У него ЧП, причем сейчас, прям, надо было этого Шейкера открывать. Очевидно, ну, да, флекс не самый гибкий герой в плане флекса, надо сказать, да, то есть, зная, Virtus.pro это центр либо саппорт, но при этом острой необходимости в Шейкере точно нет. Ну, вот, мне кажется, Клим Саныч сейчас и объяснили, да, почему пигнут был Шейкер, что если есть Чиро Джуниор, у которого, да, топ-1 герой, грубо говоря, это Эмбер, да, почему бы не поставить, взять Шейкера, который в теории может пойти в мид против Эмбера и очень хорошо постоять. Другой вопрос, надо было ли брать Эмбера, зная, что Шейкер может в мид пойти? Вот это уже хороший вопрос, это уже хороший вопрос. Ну, видишь, просто, я, вот, Чиро Джуниор тоже вот уже довольно-таки так давно играет, но я бы не сказал, что он прям такой супер, суперопытный чувак. Что он до этого где играл? В Сайберкетс, да, ну, по сути, все, это была единственная, наверное, вот такая команда, которая где-то там играла. И, наверное, у него пока что еще там тоже с пулом не так все. Шикарно. Ну, в принципе, да. О, Тундра конфирнули Тобсона в Тундре. Так и есть. Пока что мы знаем трех игроков. Да всех мы знаем. Да все-все-все. Ну, что ты начинаешь? Ну, что началось? Ну, интрига. Ну, мы не говорим. Ну, конечно, ребята. Ладно, новость в том, что официально анонсировали. Все, знаем теперь Вайтмона, Nine Glass и Тобсона. Было бы забавно, если бы ты назвал кого-то, кого они не анонсировали. Да, кого они не анонсировали, да, это было бы странно. Ну, ничего, завтра. А сильно Тундра обидится, если мы скажем? Нет, ну, как бы все уже знают, поэтому ни для кого не секрет, что называется, думаю, не сильно. Я уже видел, как Энеродите обсуждают весь состав, поэтому... Ну, что поделать. Слухи, они такие. Давно все слито уже, да. Но в очередной камбэк Тобсона рады. 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 Где у нас будет играть Тундра? Тундра будет играть в квалах? Да. На бутболу дачи? Да. Да. Западной Европе. Класс, значит, какого числа? С 10-го, 11-го где-то так, да. Да, да, мы будем смотреть за Тундрой, которая будет играть с Тобсоном. Классно, классно, мне нравится. Да, что хочешь сказать, да, ну, вот я, зная состав, хочу сказать, что очень было бы интересно за ними понаблюдать. Особенно за первую-третью позицию. Да. А может быть намек какой-то секрет? Да, ну, нет. А какой-то такой секрет? Ладно, я дам намек. А, давай так. У их первой-третьей позиции имя одинаковое. Да. Я это хотел сказать, да. У них одинаковое имя. Замечательно. Теперь думайте, кто не знает. Да, все все знают уже, Каман. Да все все знают, реально. Пойду, зайду в чат, увижусь в том, что все знают. Если не знают, я напишу. Не, ну мы этого не будем делать, естественно. Ни за что. Так, очень, смотрите, много доптайма опять тратит ВП у нас на драфты. Мне нравится то, что взяли Грима, да, Крем Саныч. Это хорошо. При условии в том, что, да, Эмбер может как-то против Шейкера не очень мид поставить. Но у него будет вот эта вот подмога, да, в виде Грима, с которым можно будет делать киллы какие-то. Инча Войт. Инча, которая пуржит, да, и Ингсвелл, и Щит Эмберу. Ну и Войт, да, это, насколько я помню, Керри, у которого самый большой винрейт матчмейки. Да, 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 да. Да, такая статистика, если я не ошибаюсь. Войт сейчас очень жестко рейтится. Так, ну что у нас получается? А, ну Шейкер все еще флексится. Окей, просто Войта взяли. Инча Войт, на самом деле, это вот издревле, да, вот классический такой вот распик Тим Спири, да, чтобы не пикнули какого-нибудь там саммонера, да, типа Бесмастера и так далее, чтобы Инча от этого прикрыла тебя условно. Поэтому надо думать, Крем Саныч. Кого можно взять? Можно взять, наверное, Керри какого-то. Ну вот Нагу, да, вот я в прошлой игре там что-то банили как раз-таки вот там. Да, она в бане была. Она была в бане для того, короче, в какой, все, ладно, я уже запутался. В какой-то из игр, вот в последней стадии там Нагу забанили, да, чтобы взять Войта, но Войта тоже, по-моему, а Войт уже был банен. Да, все, ладно. Все, поплавило уже окончательно. Но Нага хороший пик, хочу сказать. Единственное, что мне кажется, Разор не самый худший против нее герой. То есть ты не можешь на Наге взять, вот просто ты вгрызться в Разора. Потому что он там, у него там будет какой-то Блэдмейл, там куча армора, там Вейл, Шива, да, что-то из этого. Поэтому, да мне, честно говоря, и Шейкер нравится Медовый в Нагу очень. Он же купит себе Аганим по КБ, ну то есть он просто, ну, не спасешься от него, он просто будет сидеть на тебе и все. Да, норм, да, ничего не сказать, нормально. Единственное, что, да, вот, будут ли Virtus.pro использовать свой лас-пик на Сапа, да? Вот в чем вопрос. Потому что у них как бы прям самый последний пик, и будут ли они пикать Сапа? Да, потому что, ну, понятно, что Шейкера можно Мид поставить. Осталось 5 секунд. Шейкер до покупки БКБ от Гримма страдает, да? А в остальном, типа, очень клево смотрится. Но с Мида он довольно быстро должен свои шмотки выформить все равно. Ну, можно, да, можно все еще на Саппорте, можно все еще подобрать что-то в центр. Против Эмбера и против... Какой-нибудь Манки Кинга, может быть, в Мид? Не знаю, вот я просто... А на чем будет Сквадикс играть вот против этого Эмбера, да? Он сам играет на Эмбере, он сам играет на Шейкере. Что у него там есть? ВР-ка, пак. Но на паке ты тут точно не будешь играть. Ты говоришь, Медовый МК. Медовый МК? Который высушит Эмбера. Еще играли кем против Эмбера? С Ларком в миде. Шейкер также хорошо постоит против Эмбера. Согласен. Но вряд ли они будут думать что-то новое. Ну, давайте тогда подумаем, какой может быть саб хороший, да? Который против Наги. Давай нам что-нибудь в хроносферу урона хотим добрать. Хроносферу урона? Да, у нас его мало. А может просто... Ну, ладно. Давайте подумаем, кого мы возьмем в оффлэй на Клим Санычем. Потому что не хватает им троечки. В этот весь комплект. На чем сыграет Клауд? Ну, надо против Войда, да? Хорошего героя какого-то на линии, чтобы его оставить прям нищим. Да. Беста мы хотим брать, учитывая, что там инча. Через топоры просто. Непонятно. Я не знаю. Вот Касаний играл на Бесте, да? И мне прям очень нравится. Мне кажется, он сыграет в любой матчап. Ну, видишь, это же его сигнатурка полностью. Так а у Клауда нет, что ли? Ну, да. Но, опять же, в последнее время мы не видим его. Даже сейчас. Все еще, кстати, Висадж с фамильярами под Гримстрока. Все еще устойчивый герой с аурами. Воет, контрпик Висадж, я рассказал. К сожалению, потому что ты и делейшном укидаешь, да? Он не может тебя заспамить соло-самшеном, да? Ты отпрыгиваешь от этого соло-самшена, хп восстанавливаешь. Мне кажется, Висадж тут вряд ли появится. Да не знаю, просто мне по игре он нравится. Может, просто реально беста и все. И не думать. Может быть, мы что-то упускаем, да? Прямо ярко выраженное такое очевидное. Ну, просто из меты, как бы, и то, на чем играет Клауд, да? Что он там? Тимбер, Дум, Разор. Ну, да, Магнус. Так, наоборот, очень хороший против Разора, да? Сам он их все там отправил на этого разика. И ему очень плохо. На Разора точно нужен какой-то ответ в данный момент. Потому что Нага ему ничего не делает. Понятно, что будет там условно Эмбер, да? Под Инксвеллом залетать. Но в Суб Разора будет хорошая линия. Она должна быть у него хорошая. Против Наги, да? Если просто там либо доберут героя какого-то, которые иллюзию убивают. Все должно быть ок. Просто Марс. Марс. Кстати, Клауд играл раньше на Марсе. Тоже сигнал его. Но мне очень не нравится Марс. Войд очень хороший герой в Марсе. Прям вообще, не знаю. Знаешь, как будто бы не осталось героев. Они такие, так, ну, последняя Марс. Ну, зато этот, от Разора отталкиваем. Добьем. Добьем связку. А, ну, кстати, да. Вот ты смеешься, на самом деле это не так уж и плохо. Да, рвет. Просто выкидывать. Так Панга появляется. Все, Твадик. Складик все-таки на Панга будет. Ну, Панга как чего? У нас хороший герой против Наги, правильно? Якобы. Но там есть Грим, там есть Эмбер с Чайнами. Тоже что-то мне не нравится. Будет неприятно. Не знаю, почему не Шейкер это поставили? Просто в мид и доберите к Разору любого героя, который иллюзии Наги убивает. Ну, ладно. Чей драф нравится больше? Не нравится ни Чей, правильно? Не знаю, мне кажется, как-то в Директус Пропа мета ведь, что ли, но я боюсь, что они в Тильте. Вот. Как-то вот у них вот этот Разор выглядит неубиваемым вообще, если у него хорошо игра пойдет. Воид. Мне сказка коров не нравится. Панга, Воид и Разор. Мне не нравится, потому что в Комнасфере мало урона. Но Кирич будет представлен сам себе. Нужно набирать много шмоток, много фармить с Мидасом каким-нибудь. Ну да, с уроном в хрону проблема. Чемфайта больше, мне кажется, у Клим Саныч? Мне кажется, просто Клим Саныч выиграет на кураже. Вот почему-то так кажется. Сильно не проиграют, как в прошлой карте лейнинг, да? Да, да. И просто по игре уже будет уже попроще сражаться. Да, да. Мне кажется, просто на кураже. Не, ладно, я все равно за ПП. Мне что-то кажется, что 2-0 от Клим Саныча отлететь в ПП не могут себе позволить. Это маловероятно. Это их просто похоронит в этом году. Но что-то это может быть прямо сенсацией в первый день наших квалификаций. Кстати, у нас параллельно идут матчи, да? И сейчас идут квалификации в Северной и Южной Америке. Там, между прочим, Наунс уже обыграли своих оппонентов. И Шепи, Фай, Ребелиан также прошли дальше по верхней сетке. Еще впереди 2 матча и также 2 серии Best of 3. А я передаю слово всем знакомым вам людям. Да мы тут и были. Ну, конечно, никуда не уходили, поэтому давайте в игру и на вторую карту. Давайте, господа, да, собираться силами. Я понимаю, уже тяжеловато, день заканчивается, а вы все весь день смотрели до, то это реально трудно. Но нам нужно сэкономить часть наших ресурсов, посвятить тому, чтобы просмотреть эту серию до конца. А потом уже можно будет спокойно отдыхать и с утра просыпаться на Китае, естественно. Вот так что, давайте насматривать. Клим Саныч, Virtus.pro. Тем более, уже есть интрига, тем более, уже интересно. Номинальный-то фаворит у нас в Virtus.pro. Вы вспоминаете коэффициенты, которые давал Бэтбум на старте. Он сейчас такие же коэффициенты примерно дает. Не верит он в то, что Клим Саныч могут выиграть эту карту. В прошлую карту тоже не верил, давал КФ больше тройки, теперь 2 и 9. Чуть скромнее, но все равно очень большой. Так что давайте посмотрим. Действительно, некий тильт, который может быть потенциально у Virtus.pro, и кураж, который потенциально может быть у Клим Саныч, может помочь Клим Санычам действительно организовать весь сенсацию. Сделать 2-0, ну или же ВП все-таки найдут в себе силы. И достойно сыграет не только первые 24 минуты, но в целом всю карточку. До 100%. И знаешь, что еще? Вот тут Мэтч Слеер хорош будет на Эмбере. Потому что тут очень много магии. Там тот же и Шейкер, и Разор будет 100% полезен. Ну и что? Стоят там вардики у нас на рунах, да? Ну вот хотят, хотят замеситься, наверное. Ну вряд ли что-то тут будет. Убежал Шейкер, кстати, блочить, видимо, фиссуры с нулевой, да? Линию, чтобы она стала аккуратненько. Наверное, это хорошо, да? Потому что, вот знаешь, когда линия глубже, ты на Наги прям вообще не хочешь вызывать иллюзии, да? Потому что ты не можешь условно их отправить там, куда-то там похарасить кого-то, да? Потому что тут по таверам уже будут они. И опять же их можно убивать. Иллюзии будет за счет, там, просто фиссура, плазмафилд и все. Как тебе вообще линия Шейкер, Разор-то нравится? Ну это олдскульная линия вообще. Да в принципе-то нравится. Единственное, что, наверное, она прям не атакующая, да? А такая на фарм. Я помню, раньше уже были линии, намного уже. Больше там леса было. И Шейкер реально можно было перекрывать проходы. Вот этим много пользовались. И там вот Разор имел место быть, потому что так клиник, потому что никуда не уйдешь. Сейчас широкие леса, куча возможностей выйти, перекрыть фиссурой. Такого понятия сейчас вообще нет. Ну это просто невозможно перекрыть фиссурой кому-либо отход куда-либо. Таких проходов не осталось сейчас практически. Ну кроме Рошпита, наверное. Ой. Не попал немножечко здесь 20-бюкам Клауд. Так, а что у нас по итогу происходит? Союж. Просто идет, наверное, банить Смолкемп. Иллюзии решили они не убивать за счет кнопок. Видимо, учитывая, что линия у них стала по таверам, их это и так все устраивало. Так, вот фиссура такая на харасс по двум героям, кстати. Приятно. Ты отзонил Нагу от фарма, смотри. Да, кстати. И позволил крипов топить. Ну, на мой взгляд, эта линия должна быть прям очень в... Очень в пользу Virtus.pro. Потому что, ну, не знаю, как должны грим Нага кого-то убивать. Понятно. Но какой пик силы у Наги, да? Когда у нее третий левел, у нее есть и рептайт, у нее есть и сетка. Типа вы напали под Ингсвейлом, да? Ну, мне кажется, Шейкер просто может кинуть фиссуру, да, и отстанет, и все. Ваша атака на этом закончилась. И Разор просто будет фрифармить. Марс, давненько я его не видел, конечно. Герой сейчас явно не пользуется спросом. Долго думали над тем, чтобы взять в тройку, ребята, из Климсаныч. Ну, видимо, Клауд выбирал уже, да, и настоял на том, что Марс здесь будет получше смотреться. Хотя, ну, мы предлагали варианты с монами какими-то, более распространенные метовые. Ну, вот Марс просто появился. Ну, как одна из опций, там, прерывать стать клинк, есть копье, окей. А по игре, ну что, просто ставим арену, просто инициируем через блинк. Берем немного плотности еще двух брейсеров, да, вот, ну, какой-то стандартный более-менее геймплей получается. Он же не будет там, как типичные тройки, сейчас через Вейла и его Шиву играть. Вряд ли, вряд ли. Ну, вот в этом и проблема, да, Марса хоть и апнули там в патчах, да, ему сделали там быстрее кастаймы гораздо на спылах. Но, как-то, в мету он прям не входит, да, из-за того, что он собирает совершенно другие вещи на своего героя. А, с другой стороны, а почему бы не купить Шиву на Марсе? Ну, вот просто, почему бы ее не взять? Я понимаю, не модно, понимаю, вроде не особо сильно сочетается. Ну, ну, вот, с другой стороны, арену ставил, всем дебаф даешь, так или иначе. Всем все замедляешь. Все равно это командный артепак, который поможет. Не знаю. Да, Шива будет и так у Эмбера в любом случае. Ну, Эмбера не страшно. Это правда. И вот, что интересно, это то, что Марс против Войда очень хорошо показывает, что стоит линия. Прямо очень голограмотно кейсится. Ребята из Климсаныч, да, в два раза больше просто Крипстата сейчас у Клауда, чем у Киритыча. Ну, линия вообще с потенциалом на убийство, если что. Лайн Марс. Так, вот, пошел Кримстрок, онксал на себя на Саюша. Иллюзии Наки, кстати говоря, еще помогают. Закинул ревеную гранату. Вот надо было иллюзиями доиграть, он мог заблочить. Но, неужели, да, хватает строков фейд и замедление, пару ударов, респект оформляет ФБ. Классно. Все-таки хватило. Это очень сильно, и КП очень много получает здесь Гримм. Будет у него третий Лево, да, второй Инксвелл. Можно будет пробовать там и против Разора что-то делать. Кстати, ты посмотри, у Разора Крипстат 10 на 4, а Наги 18 на 5. Как так-то вообще? Как-то не договорились ребята из ВП, как все правильно делать, на мой взгляд, на этой линии? А я все равно линии Разора Шекера не очень доверяю. Ну, именно с возможностью покачаться, доминировать или что-то вообще делать активно. Мне почему-то кажется, что они не обсудили, как они должны стоять эту линию. Поэтому вот такие проблемы в самом начале. Так, ну Союз прилетел в мид, контролит руну. Две руны воды заберут ребята из Virtus.pro. Подтушит тем самым немножко Эмбера. Ну, Эмбера, в принципе, и так все хорошо. Стоят они ровненько. Ну, это классический матчап, да, который мы видели весь прошлый год, да. Эмбер, там, Панга. Даже ничего сказать, не могу. Всегда стоят ровненько плюс-минус. Ну, Спадикс помогает. Вот в прошлой карте тяжелее была ситуация Эмбера, потому что там еще к Спадиксу прилетал Фурион. Они убивали Эмбера. Вчера Джуниора приходилось камбэк из тяжелой ситуации. Здесь действительно игра, ну, речь идет просто о равном противостоянии между Спадиксом и Чара Джуниором, что, конечно, Эмбер должна устраивать в этой ситуации. Так, небольшое замедление. Time Delation, Time Vogue. Баш сработал по клауду. Ну, там два брейсера, друзья. Там два брейсера, там тяжеловато бить. ФНГ пытается, работает, стопит и не добивает. Не добивает, потому что тяжело, урона нужно слишком много. Аксцентрик идет, девардинг. Борьба просто за эти кимплы вообще. Ну, слушай, ФНГ молодец. Так, есть копье, подпробили. Там уже должен быть Delation новый. Так они улучшатся. Да, да, да. Сейчас, в чем клауд это сделал? Не знаю. На самом деле, на самом деле, вот я только хотел сказать, что вот они его так пробили, что у него осталось, там, условно, 200 хп, да? Как он на линию-то вернется? Ну, вот теперь хотя бы умер, вернется фуловый. Тогда будешь сразу умирал. Что, он все равно время был без хп и не фармил. Если что на то пошло. Ну, как-то просто странно. То есть, ты вроде бы выжил, спасся, а потом такой, а что, я спасся, развернулся, пошел умер. А так была возможность убить ничего, например. Ну, не было там возможности. Ну, камон, они же, ну ладно, не было. Запасом не хватало, дэмэджем, даже с прокастом. Ладно. Момент-так-момент. Ноутис-то забираю. Так. Ну, Розор в оффлейне. Не то, чтобы по крипстату там отстает. Он теперь вот по всем фронтам. Он умирает. На линии нет шейкера, который, ну, исполняет роль, ну, какого-то роумера, да. Союз, который пытается перемещаться, контролить руны. Где-то на тройку он там выскакивает на третью позицию на помощь. Но этого мало. И Розор фактически стоит в соло. Сейчас стал жертвой. Но по центру под Сквадиксы играют, конечно, уверенно. И ФНГ здесь. Прилетают. Руна. Спавнится. Не везет. Вчера Джонера. Это Сквадикс. Ну, потеряно. Видно немножко ВП, да. Мне кажется, так не должно происходить вот с Розором. Ну, ФНГ пока что тащит каточку, да. Тащит на себе вот начало этой игры. И в топе получил скилл, да. На Марсе сделать и в мид под шестую. Пришел за контролем или руну. Молодец, Артем. Пока что все неплохо делает. Вообще, да. Вот в нынешних раскладах, в нынешних метовых теориях вообще, конечно. Игроки, которые умеют в Чена, в Enchantor, используются в особым спросом. Все получается сейчас, если действительно у тебя в поле этот герой есть. Или прям, ты прям хорош, ты прям команде полезен. Ты либо банов очень много на драфте для себя забираешь, либо тебе этого героя оставляют, ты бегаешь на нем, крушишь всю карту и хорошо выходит. Да, мы еще можем вспомнить, да, и вот даже Интернешнл, да, и даже там на НЧ прям очень мало играли. Условно только ми-пошка, да, просто выфармливал и делал, причем им очень много полезного. Реально превращался в полноценного корня. Контролем руны, по одной здесь без сюрпризов для обеих команд. Пока неторопливое развитие событий. За 8 неполных минут мы увидели 3 убийства. При этом старт намного лучше у Клим Санычей. И с точки зрения сравнения с прошлой картой, да, здесь у них вот вообще первая, вторая позиция, топ-1, топ-1, это при том, что против Эмбера играли, там, 2 руны воды забирали, активную руну перед носом забрали. То есть все это забирали, но Эмбер при этом хорошо качается на уровне с панга и никаких проблем не испытывает. Поэтому Клим Санычей должны быть довольны тем, что происходит на карте. Они точно довольны, но вот не сказал еще свое слово в этой игре Сквадикс, да, потому что у него ультимейты уже как бы давно есть, но пока что он с этим ультимейтом ничего не сделал. Он ДДшка у него вот активированный, что-то на топ прибегал, пытался, наверное, поубивать героев там. Но сейчас будет 8 руна. Ее очень важно забрать у Эмбера. Ну там два саппорта теперь работают под Эмбера, кстати. Подтягивается ФНГ, это вообще будет 3 на 3 с точки зрения контроля. Вопрос, что будет контролировать, кому что-то повезет. Опа, на разворотинг свел под Саленс, панга сбросил, нажал, таки свэшбакал, ушел, фиссура не самая удачная. И руна, это Тарьген очень нужно, очень нужно на Ремнон прилететь и забирает Светден Стронг. Потому что, видимо, понимал, что ФНГ эту руну уничтожит. Чиро Джуниор очень хотел эту руну, остался без ресурсов. В итоге здесь Союз с Квадиксом разбирается с Респектом, пытается по лесам маневрировать. С Квадикс, Дефьюза нет. Ай, хорошо, Респект сыграл, а тут добили все-таки Эмбера. Исурас выжбакал, Респект, да ладно, пережил эту атаку и, кажется, готов выживать. Эмбера, как добили-то я вообще? А, Хроносфера, Хроносфера. Зажали. Вот в этом и прикол матчапа Марс против Войда, знаешь. Что Войд на этой линии спокойно может выкачивать себе в 3-4 таймлок. Чтобы потом подкачиваться. Либо просто бежать там, да, под тайм делейшн, выдавать баши с большим процентом по Марсу. И мы вот сейчас уже видим, да, что прям Марс очень сильно проседает в плане импакта. Напали на него, кстати, есть у него копье. Если стан у Кентавра, у ФНГ есть. Да, вот и тот самый башик. Не получилось даже откинуть копьем здесь Кириточа и очередной килл для ВП. Там тайминг идеальный, потому что одного крипа не хватало до 6-го Марсу. Одного крипа. Мана у него была, у него был Лотус. То есть он на развороте мог там поставить арену, поставить там какое-то копье. Вообще разменять там саппорта как минимум. А в итоге напали так, что у него не хватило до 6-го буквально там чуть-чуть вспылить. Хороший тайминг, хорошее убийство для Виртуз Про. И снова впереди. Нет, все-таки лейнинг традиционно как в первой карте, так и во второй за ВП. Это уже лейнингом, конечно, сложно назвать, да, тут уже какие-то перемещения были. Но вот реально, вот опять повторюсь, ФНГ очень много сделал за эти 9 минут. То есть я бы сказал, что все положительные моменты в этой игре, они были за счет ФНГ. Так и должно быть на Enchantress. Отсюда и коэффициенты, друзья, от Bad Boom. Стал он понижен ВП 1 на 4, 2,7 на коллектив Клим Саныч. Но и не такое у нас здесь выигрывалось, поэтому коэффициент коэффициентами. Пользуюсь ими аккуратно. Контроль руны на 10, и снова стягивается саппорт. Активная игра под эти руны. Есть Дефисус Кладикс, он сейчас очень больно бьет. Свэшбакл, посмотрите, Сваденстрон. Лишился 70% своих хитпоинтов. Получил еще и кровавую гранату. А там перехватили, кстати говоря, Шейкера. А здесь, ну, окольными путями Свадикс доезжает. Это Сваденстрон, добивает. Клауд получил арену, поставил. Дал копье, проказ дал. И перстата не хватает. И через Свэшбакл больно Клауд. Ой-ой-ой. Такого же убьют, получают замедление. Еще Дефисус там, по-моему, не в кулдауне, Свадикса. Только у него, конечно, сапога нет. Да-да-да, добежал, успел. И даблкил для Свадикса. Так, тут Чира. Пришел, что-то чайный нажал. Ну, блин, как так получилось-то, что так все хорошо? У ВП резко стало. Да, затратительная игра. Просто вообще не получается. Проспект, Свэшбакл. Да, Свадик сейчас Дефисусом, конечно, ну, просто сносит столбики здоровья у всех героев соперника. Под стан, есть хекс. Но я не уверен, что Эмбер хватит урона. Да, так же получается Свэшбакл, так же остается без маны, да. Граната залетела, но решили не идти до конца. Все, они просто подставляются под Панго, и Панго делает очень многое. Опять станчики под фиссуру, опять какие-то там Свэшбакл и все остальное. И при этом Марс умер до шестого уровня, получил шестой, поставил арену. Все равно умер, покупает себе Владмир. Игра испорчена, экономика 3.800 очень слабо пока. И как камбэкать на Марсе, не очень понятно. Фармит герой довольно медленно, так или иначе, с таким билдом особенно. Ну, надо выигрывать какие-то драки, в драках пока тоже не получается. Опять без маны Чиро, тут еще и стаки, вот эти своровал, тут крипа, ФНГ. Очень все четко он делает на энчантере стак. Станчик, мимо. В фисте был Чиро Джуниор. Как-то надо выгонять отсюда вот этих вот наглецов из Virtus.pro. Так, получилось связать Складикса. Будет ли какое-то продолжение? Ну нет. Бояться, бояться. Марса, смотри, шмотка какая у него, Владмирс. Ну да, да. Ну Владмир. Ну Владмир. Ну Владмир у него. Ну Владмир. Смог. Хотят реализовать хоть как-то арену. Но, наверное, Владмир это хорошая шмотка. С той идеей, что купишь ты блинг, да, не реализуешь его, ну и все. На этом у тебя игра закончится. А с Владмиром хотя бы подкачиваться как-то можешь. Если же бак, то болезненный руно ставит, с двое об арене, есть Сайленс на панка, но копье не в того. О, Сквадик. Все равно может хроносфера ставит, но подкоп от лайна. Добей его с руки просто. Добили. Добили этого панка. Хорошо Эбер пока поживет, но его здесь, кажется, не отпускает. ФНГ делает убийство, набирает превосходство. И Клауд тоже уходит в расход. Один упадывает, разминку устраивает. Прикольно получилось. Я уже боялся, что они еще и панка не добьют. Потому что с Монодрейн. Он урон наносит, Рустам. Ну, мало же. С руки оба он точно наносил больше. А мне кажется, больше с Монодрейна, потому что у него в 3 он. Ну, а в 3 Монодрейн. Это, конечно, все обсуждаемо. Но мид пушат. ВП. Катапульта у них тут есть. Есть вот шишка эта, которую призвал ФНГ. Пока что все очень хорошо. И тем временем так. На Нотис-то напали. Есть Икс Вэлл. Монфуши кинул сеточку. Но мне кажется, раз вор вы не пробьете, ребят. Они с ФТП увидели. Они увидели телепорт. Поняли, что нужно разворачиваться. Приходит Эмбер. Связка. Тут уже Сквадикс. Ремн отбрасывает назад. Чиро Джуниор. Плазма Филд получает. Слейт Офист. Уйти. Но Сквадикс пойдет и дальше. Тут уже Адам Союз. Союз, кстати, пришел. Мимо. Фиссура. Не попал. Отлично попользовался спейсом. Тем временем Нотис. Пока эти замесы происходят. Подкачался он на своем Рейзере. Довольно-таки большой он уже. Молнии себе покупает первой шмоткой. И, кстати, вот это будет не тот танковый Рейзер. Кто хочет, как это, прям полноценный керри быть. Доп-кор, да. Причем мы помним, у него был старт ужасный. Сейчас у него в экономике вообще все хорошо. Топ-2. Действительно много пространства ФНГ создал. Вместе с своими ребятами. И по итогу 4К перевеса. 8-4 счет. 14. Ну все прекрасно. Опять же. Здесь не такое безупречное начало, как было в прошлой карте. Но все равно оно заведомо прям крутое для Virtus Pro по сравнению с соперником. И вот не знаю, не хочется вот прям говорить о том, что легкая игра, да, но потому что мы видели, что произошло в карте под номером 1. Просто пока действительно большой перевес в ВП уже. Так, тут Нага, кстати, пришла на Кирита. Чем можно попробовать его забрать? Здесь нет, он уже отпрыгнет. Так он еще из-за Мункуши пойдет. Пришлось сон нажать. Так, делает ДП сюда Грим. Он сможет связать, может быть, с Саюжей. Там Писуров тайминг будет. Гримстрок не сможешь сделать. А у него нету шестого даже, у Гримстрока-то. Хороший Саюж. Саюж очень поддержал. Респект понимал, делает телепорт, но он приходит в Шейкера. И Шейкер поддерживает Киритича. Киритича не запустили. И еще и Мункуши здесь. Мало ресурсов. Приходит Панга, прыгает Войт. Хроносферы нет. И чем-то достать. А, не туда немножко. Писура. Писура. Добили. Жесть. И появляется ролик Тандр и по Клауду. Еще есть Дефьюз. Не пустят его к Тир-3. Сейчас будут перекрывать проходы. Башки срабатывают. Где же они убивают Клауду? Там творится в Шбакл. Добили. Опять-таки Киритича отпрыгивает через тайм-волк. Тотальное вообще уничтожение происходит игроков Слим Саныч. Когда ты последний раз увидел Войда? Вот. Фейс Ласс Войда на 14-й минуте под Т-3? Мне кажется, это герой, который мы привыкли видеть, что он просто бьет крипов. Да. Киритич довольно-таки активно играет. Ну вот то, о чем сказал. Да, есть возможность подкачать тайм-лок. Идти, возможно, ну там, с потенциалом на то, чтобы убивать. Он поставил хроносверк. К нему Эмбер на халяву пришел. Помнишь, он фрак заработал? Да, да. Марс плохо линия. Вообще, вот выбор Марса, конечно, вот у нас был под вопросом. Он тебе вообще никак не показал. Ну, ПКС-ились нормально, да, вначале. А что дальше делать, непонятно. Ну, и так. Кинут в тебя копье, ты отпрыгнешь, да? Не кинут копье, а тебя забашат. Короче, для одного из последних пиков это нереализовано. Мне показалось. Это точно. Это точно странно. Ну, неужели такое можно проиграть в Virtus.pro? А? Да, но тут у них драфт немножко другой уже, да? Не как в предыдущей игре. То есть в предыдущей игре он просто такой топорный, да? То есть мы райткликаем героев, идем в пятером, да? И мы сильные. Тут же и тюфайта много, и эхо есть, и ультимейт пангольера, есть и хроносфера. То есть можно драться в любой момент времени. Но, опять же, что мы помним с предыдущей игры, что вот там втащил Мункуши на Джаггере. Втащит ли он тут на Наги? Ну, герой и для этого у него подходящий. Чтобы тащить и переворачивать, надо... Хорошо связали. Панга, Сайленс, подкоп одного. Копьё поставили. Фингер тоже в двоих неплохо. Хроносфера в ответ. Контр, инициирующий от Херитича. Накрыло. И в итоге никого убить не далось. Клим Саныч потратили много ресурсов. Неплохая комбинация способностей. Но урона не хватило. Хорошо все нажали. И два фингера получилось нажать, да. И не хватило. Не хватает урона пока что совсем. Не о чем драться вообще Клим Санычем. У Эмбера очень мало. Из-за того, что очень хорошо Виртуз Пропа играли под мид на своих сапах. Поэтому у Эмбера нету каких-то там, знаешь, экстра киллов. У него есть вот этот вот мейч слейер пока что. Но на этом пока что все. Такой защитный, да, мейч слейер. То есть, условно, ну как-нибудь Вейл дал бы больше тебе возможности наносить урон. И тебе, и твоей команде, кстати. Вот из-за того, что получается, вот этого сейчас супер востребованного Вейла нет ни на тройке, ни на второй позиции. Как будто у вас и урона теперь в тимфайте супер мало. Потому что вот под ваш Вейл могли сыграть кто угодно. И у саппортов как будто сразу больше демеджа. У вас на корах. А тут один Бладмир купил, второй купил мейч слейер. И они идут в тимфайт 5 в 5. И у них не хватает. Не, ну он купит Вейл следующей шмоткой. Ну вот сейчас, берутся они сейчас, понимаешь. Он может быть купит следующий шмотки нова. Не купил бы он мейч слейер, мне кажется, он бы еще там пару раз был умер. То есть, непонятно. Сложная ситуация. Решение в таких моментах принимать непросто. ФНГ. Саларчик есть у него уже. Очень хороший тайминг. Напомню, да, у него всего лишь на 700 голды отстает от третьей позиции команды Крем Саныч. Все, очень хорошая игра на НЧ. И я думаю, что пока что 17 минут этой игры прошло. Пока что Артем точно претендует на MVP здесь. У него экономика, как у Марса. Да, да, я об этом говорю. Жесть. Клево, клево сыграл. Пока тащит. Опять же, вот, просто из-за того, что произошло в первой карте, не беремся говорить о том, что в этой игре все понятно. И все ясно, и уже все решено. Как минимум, мы видим то, что VP не в тильте. Так нет, ну, начало они проводят как... Я вот я так и подумал, что это не должно ударить по ним, что они все равно играют сильнее, и мидгейм у них хорошо получается. Знаешь, у меня какая вот даже есть мысль? То, что вот, может быть, они и были в тильте, да, вот, как мы видели, то, что что-то нелепое происходило, да, на линии Razor Shaker. Но вот, когда ваш прям, вот, вот, батя, батя, дед ваш, Кэп, Артемов НГ, просто тащит, и все такие, ну, мы, мы не имеем права, да. Мы не имеем права тильтовать, ну, раз наш Кэп делает все возможное, чтобы мы вернулись в этой серии, то, ну, как иначе. Мэтч Слеер появляется еще и у Складикса, да, то есть, это уже, конечно, очень сильно тяжело будет и пробить этого Пангольера, да, и против Эмбера тоже шмотка будет приятная, чтобы уменьшить его магический урон. Ну, вся, все надежды на Нагу, потому что что у Эмбера, что у Марса пока что безумно все плохо. Так, тут напали на Свиденстронга, продлеваются станы, ну, очень легкий килл, киллинг спит для Складикса. Одиннадцать тысяч нетворса у Киридыча. Это просто вот, вот, просто ни разу не умер, просто там, не знаю, в топе, по Т3 задавил, да, вот. Обычно мы видим такое огромное количество нетворса, да, у героя, когда он просто там фармит, фармит, фармит очень много. А тут и в драках каких-то, и постоянно что-то, хроносферы полетает, ставит. Красавец. Опа, поймали чиру. Получится ли засейвить хоть как-то. Не была ли мимая эта фиссура? Ну, и респекта тут еще, кстати, бонусом заберут, просто за счет ТПшек, ну, не знаю. Кликсаныч, респект стоял именно для подстрафовки Эмбера, чтобы в случае чего и защитить. Но как-то защитишь, когда хроносфера сверху, и все это поддерживается станом от Шейкера. Никакая защита тут не поможет. Да круто, из тумана войны, просто из ниоткуда хроносфера ставят, без возможности заточить. Мне плохо, когда я вот смотрю на этого Марса почему-то. У тебя нет такого ощущения, что как будто это вот, это из другой вселенной какой-то, из другого таймлайна, знаешь, вот этот вот Марс. Ну, не должно быть его в игре. Это Марс и вселенной 6 минут назад нормальная игра. Вот, если бы у него такой билд сохранился, знаешь, на 14 минут его смотрится хорошо. Ну да. Друзья, халявные тысячи форибетов лутайте. Что для этого нужно сделать? Вам для этого нужно, абсолютно любому пользователю Бэтбум, в разделе акций и промокода ввести пудж. Падж на английском языке. И сделать ставку на один из матчей, квалификация на Бэтбум дачу с коэффициентом 2 и выше. Но ставка от 2000 рублей. И тогда вы получаете халявную тысячу на свой баланс. Используйте пока акции. Еще доступно по ссылке под трансляцией. Больше инфы и вся необходимая вам полезная акция там будет. Так, ну что, смог. Смог отчаяния какой-то, наверное, от Клим Саныча. У них какие-то шмотки хотя бы появились новые, чтобы это делать. Может быть, у Свиденстронга там он-то блинком даже не пахнет. Наверное, есть блинк Клауда, да? Да, да, да. Появился блинк Марса. И можно какую-то атаку провести. Но Вертус Про просто идут на Рошана. Просто идут на Рошана, не думая. Есть у них тролль, 6 скелетиков. Демодж у всех будет много. Заберут Рошана довольно-таки бред. Быстро. Ну что, возможно, для Клим Саныча покачаться, да? Немного что-то отвинуть, какие-то линии. Вот центральную бы вышку. Вообще хоть какую-то бы вышку забрать. Это бы обратил внимание на 20 минуты. Пока с Таврами тяжеловато. Но вот 2-1 снести, так, хорошо. Одну Чиро Джуниор забрал. Вторую Клим Саныч от Клауд пытается сделать это с вышкой на топе. Но тут глиф, тут глиф, тут телепорты. Забрали Рошана, забрали Эгис. Тавр только центральная. Слушай, а забирали Торментера? Клим Саныча, по-моему, нет, да? Можно просто туда сейчас идти, в Virtus.pro, да? И выигрывать игру на ровном месте. Ну, они своего не забирали, конечно, вроде как, да? Да и не надо. Главное, вражеского забрать. Так, Плинк, Дефьюз. Мэтч Слеер у Панга. Сноу Вижен идут. Мне кажется, они такие сильные, что невозможно вообще проиграть Драку. Так, видит одного, видит второго. Куда-то на ревнутых Чиро. Куда прыгать? Не готов был, не готов был. Союз прыгает с Сахаслема. Слейт офис, ревнутов не остается. Сачиро! Зажал, сам себя там зажал. Прыгает опять, оказывается, под кем-то. Просто на всех ревнутых его ждали. Минус 2, абсолютно случайно, конечно. Встретили двух персонажей и не простили. Ну, так проще забирать Тир-2 и потенциально терзать этого самого, который неподалеку. Интересно, что в Войду дали Айгис, да? Хотя он БКБ только что свежее купил. Могли бы, наверное, другому герою дать. А, плевать. Вообще уже все? Я думаю, пришли уже стадию плевать, да. Кому что отдавать. Давайте это закончим и восстановим несправедливость после первой карты. А там уже на третьей будем думать, да. Да, вот забирают вражеского Торментера. Сейчас еще на 2 тысячи увеличится преимущество. Вот, на тысячу. У них еще есть там золотой запас в виде своего Торментера. Ну, конечно, Сап и Клим Саныч поняли все это. И просто сами купили, каждый себе по шарду. Все, ВП, слушай, не отступают. ВП уже идут на ХГ, они уже не разворачиваются. Они ждут лучшего момента. Прямо сейчас они сильнее, прямо сейчас они готовы. Можно подпушить. Не, все-таки развернулись. Все-таки отошли. Ну, ладно. Они видят там Нагу, качающуюся, по-моему, на Смотрителе. Да, видели ее. Ну, решили подпушить мид еще на Верочку. Почему бы и нет. Смог опять от Клим Саныча. Опять идет вперед Клауд своим блинком. На Варде там ребята из Виртуз Прона. Саюша напали. Арена хорошая. Копье хорошее. Убили, конечно, но прыгает Кириточ с Хроносферой. Байбэк есть от Шейкера. Респекта убили. Клауда тоже здесь убьют за счет БКБ Кирид. Человек Складикс еще тоже вперед покатился. Так не получилось застанет здесь Чиру. Ну, на этом все. А, байбэк от Шейкера, конечно. Прикольно там получилось. Вроде как Панга затолкал ролик Тантера в Хроносферу. Это Гримстровка на всякий случай. Или Марс. В итоге забрали обоих. Айгис не был потерян. Ну что, все равно поднимаемся на ХГ? Гали и побиваем. Саюша просто байбэкнулся. Мы их сейчас убьем, просто заканчиваем. Пойдем. Арены нету, да? Что делать в Марсу в данной ситуации? Что сделать здесь Наги? Может ли какую-то ответочку устроить здесь Нага? Прийти и что-то сделать? Мне кажется, она должна продолжать качаться. Пусть качается. Еще плюс один слот. Им нужно точно дожидаться окончания Айгиса Воида, чтобы иметь хоть какие-то шансы на победу в драке. И потом ожидать тот самый, может быть, last fight. Сюда стронг. Монат Рейн стоит, терпит. Там со свэшбакл нормально прилетело. Ну тяжеловат. Там брасывает способности. У Гримса ночь хватает. Нет, НГ куда? Так, ладно, есть Фесура. Все, лучше. Тер-3 выстояла героически. Как-то не хватает, да, демеджа? Не получается. Есть Айгиса до этого Воида, но ему приходится постоянно что-то отпрыгивать. Мне кажется, Разур мог бы просто стоять и убить. Почему-то. Так, мид надо перепушить, потому что Нага там растолкала, что еще один шанс для Клим Саныча. Еще один смок нажимаем с ареной. Нет, 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 нет. Нет, Нага должна просто качаться. Тут Вард он стоит на Вардерекциях, видно, кстати говоря. Нет, я имею в виду, что им нажать смок, чтобы хотя бы как-то реализовать, кого-то убить. Не знаю. Хаос какой-то создать на карте. Вот хаос. Хопа, скипнул. И ушел на Ревнант. Нагу поймать хотят, да? Ну, КВП там, кажется, с Нагой они встретились. Да, 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 да. Слушай, Фессура, Тотемы, Роллинг, Тандер. Вот здесь. БКПшку нажал. Хроносферы нет, но можно в БКП просто бегать и убивать. Еще и Панга работает. И забрали, Монкуш, поймали, хорошо. Очень легко. За счет БКБшки, да, за счет Роллинга. Получилось убить эту Нагу. Ну, и не выглядит керри команды Клим Саныч, да, таким же, как в предыдущей карте, что он тут возьмет и просто на ровном месте выиграет игру в один момент с большим нетворцем. На ФНГ напали, но за кнопочки его убьют. Хоть что-то, хоть какая-то ответка от Клим Саныча. С какой же души просто Лайн выдал этот фингер просто на фраг сделать, наконец. Ну, потому что объективно с таким вот драфтом, который у Клим Саныча, они сделали всего, там, вот, 6 ОПИС вместе с этой Энчантом. Это очень же мало. Тебе особенно мало. У вас Лайн, у вас Клим Строк, там, Эмбер, да, все. Марс, опять же, который, ну, буквально, арена фраг. Но это вообще ничего не сработало. И вот тут каждый фраг, кто хочет от души сделать, выплеснуть в себя этот фингер. Ну, не получилось переиграть своих оппонентов вот именно вот в этих стычках на миду, когда руны появлялись. Потому что, ну, Энча с крипом всегда там бегает. Ничего не сделает. Леон, что ли? Ну, Леон может отстанеть, со себя защитить. А вот как-то напасть, убить кого-то, это гораздо сложнее. Вот смотрю я эту карту, и у меня еще больше вопрос, что, блин, произошло в карте под номером один. Как же хочется вот послематчевую интервьюшку, да, и чтобы ребята пришли и рассказали, а что такое вообще? Как это могло произойти? Ну, потому что, ну, по идее, вот, объективно, да, смотришь первую-вторую карту, как будто это 2-0 вообще без шансов. Вот, да. А оно итоговый счет идет к 1-1 просто. Что такое произошло? Что могло произойти? Вот, потому что две карты зеркальные практически с точки зрения, там, доминация с самого начала и, там, неплохого минки. Ну, вот, я уже намекал на это, да, по поводу, вот, драфта у Virtus.pro в первой игре. Да, это крупные герои, там, которые, да, вот, на линиях могут выиграть потом. Стан-стан, там, ты нажимаешь, да, героев убиваешь. Но, таким пикам нельзя ошибаться. У тебя, там, типа, тимфайта особо нету. Понятно, что можешь, там, героя застанить, продлить, там, и так далее. Но одна ошибка, и у врагов уже, там, как-то тимфайт получше, кажется, выглядит. Просто через бэкдор, да, пробивают здесь. Настолько хотят. Так, ну, вот он, вот он, Смокс, заход со спины, Чиро Джуниор, Шекл стал, Шекера убить, Хратосфера ставится в двоих, Керич будет убивать. Дальше Сон непонятно, при этом сразу была связка. Связку никто, естественно, не бьет, теряет Эмбера. Ставится Арена Клалд только сейчас, но он без хитпоинтов, промахивается копьем. Решают жизни здесь Симон Куша, это минус три. И, наверное, в пору, да, соглашатся с поражением. Это 1-1, друзья, это 1-1, и будет третья решающая карта совсем скоро. Нас надо будет с вами ожидать, здесь довольно быстро расправились.